В селе Красное, что под Арзамасом, проходит фестиваль валенок. Эта уютная шерстяная обувь сегодня считается исконно русской. Однако появилась на Руси лишь в период Золотой Орды в XIII веке. Тёплые войлочные чулки поверх сапог носили татаро-монголы. Современные технологии значительно ускорили производство. А когда-то на изготовление одной пары уходило до семи дней, что делала обувь дорогой и очень ценной. Подчас в деревнях одна пара приходилась на всю семью. Татьяна Костылёва делает валенки с детства. Говорит, что сегодня эти изделия дополняют разными модными элементами. Но их главные качества остаются неизменными. Кулочная обувь обладает терморегуляцией. Если мы, допустим, говорим, что летом в валенках будет жарко, то нет, это неправильно. Неправильное суждение, потому что шерсть обладает паротведением. Ноги всегда в такой обуви будут сухие. Пар, он выходит наружу, стопа сухая, войлок, он не впитывает влагу. Увидеть старинные инструменты для валения можно в музее валенок. Местные краеведы говорят, что в селе Красное ремесло зародилось еще в XV веке. У нас в селе Красном валенки валяют истори. Из овечьей шерсти при помощи вот таких вот ножниц сострекалявящую шерсть летнего пострига, она называлась литнина, была самой ценной и нужной. Наряду с оренбургским платком валенки – обязательный участник ярмарок на Руси. В XIX веке о них узнали и в Европе. Валенки привезли на первую всемирную выставку, проходившую в Лондоне в 1851 году. Валенки, конечно, в тренде. Валенки в тренде потому, что это именно душевное производство, это именно, наверное, любовь вкладывается нашей русской традиции в валенки. До революции валенки производили в основном в Тверской, Нижегородской, Костромской и Казанской губерниях. Сегодня наиболее крупные фабрики находятся в Татарстане и Ярославле. Русский размах! Русские праздники, уны молодая!